уважаемые любители моих фотографических опытов сегодня у нас интересное перед новым годом интересное наблюдение за развитием фотографической техники так сложилось что в момент интеграции сознания что бывает как вы знаете особенно с пенсионерами у нас родилась идея сравнить между собой объективы с фокусным расстоянием 21 миллиметр у которых есть посадка личные которые выпускаются выпускались в разных в разные года фирмы лиц и разными производителями сейчас вот для этого сравнения было взято пять объективов каких же это ильмарит м тот самый знаменитый с фокусным расстоянием как вы понимаете 21 миллиметр и начальной диафрагмой 2 и 8 он выпускался с 1980 по 1995 год весил чуть меньше 300 грамм но при этом такой тяжеленький маленький но тяжеленький он собственно говоря продержался так долго почти 15 лет на рынке вот она благодаря тому что отто циммерман расчетчиком был и хейнс марквард это два очень хороших оптика которые понимали что делали они создали это объектив который создал целую эпоху в уличной фотографии да не только в уличной очень многие выдающиеся фотографы восьмидесятых девяностых готов особенно в черно-белой фотографии в пленочной другой не было пользовались этим объективом но к девяносто пятому году стало понятно что он слишком портит углы это вы увидите в тестах и в роликах и в анализе мир и тогда ему на замену пришел второй объектив второй объектив это такой же собственно говоря эльмарит без всяких вариантов но отличался он только одним у него появилась асферическая линза он упускался с 97 по 2011 год и одно единственное стекло которое стояло сзади асферическая она давала кое-какие преимущества и в латунном варианте он весил значит почти тоже 400 грамм такой увесистый объектив чик и это асферическое стекло дало возможность ему получать более качественные углы а у шоу кольев объективов углы это самая больная часть изображения потому что воспроизводится она плохо и вот он заменил улучшил не сильно вы это увидите на мерах но вот но тем не менее это был прогресс и прогресс заметный ну вот и наконец был выпущен но это знаменитый объектив который выпускался очень долго который лет лиц никак не могла так сказать выпустить самостоятельно расчетчиками были другие производители но он выходил долгое время 63 наверно по 80-е годы под названием супер ангулона это действительно роскошный объектив с начальной диафрагмой 34 то есть он такой был вот и стал в конце концов превратился из супер ангулона он превратился в супер эльмар м ну и это уже в одиннадцатом году там появились асферические элементы пока тоже только один и сохранил начальную диафрагму 34 но это выдающийся объектив вот он здесь стоит он действительно является лучшим на сегодняшний день по разрешению качеству картинки среди обычного формата 24 на 36 камер но при этом у него начальная диафрагма 3 и 4 с этим приходится смиряться ну лейтс конечно не остановился на достигнутом потому что им всегда хотел сделать и светосильные качественные объективы поэтому сумме люкс знаменитый он есть и в тесте из начальной диафрагмы 1 на 4 со сферикой там два стекла асферических уже и плюс в самом объективе есть плавающие элементы с двух линз который компенсирует некоторые ошибки связанные с фокусировкой то есть таким образом он как бы оптика механически исправляет некоторые свойства объектива но 2008 2010 год это конечно современный объектив светосильный у него есть тоже свои особенности о которых мы поговорим ну и наш тест будет завершать фахлендеровский вот он объектив это ультрон а сферик с начальной диафрагмой 18 это довольно современный объектив двенадцатого года выпуска и там одно есть а сферический один сферический элемент из 13 линз который в общем то позволяет исправлять очень хорошо края и так приступим что же я решил сделать я решил сделать сначала очень простую вещь ту которую делают все поснимать я не буду конечно подать в крайнюю форму идиотизма снимать газетку есть такие фокусники это не думаю что таким образом что-то узнают про объектив так бывает дилетантизм он поражает много миф и иллюзий но поначалу я просто поснимал в морозный день достаточно тривиальный сюжет это теплоцентраль на станции недалеко от станции метро на химовский проспект ну там весь классический для широкоугольника сюжет абсолютно бессмысленный но на нем видно что например эльмар тот самый эльмарит м с которой мы говорили в самом начале значит уникальный древний самый сравнивался с объективом ультрон то есть факт лендеров с ким современным но разница сами понимаете без малого в 20 лет потому что этот объектив эльмарит м он самого последнего года выпуска 95 со всеми уже нововведениями но тем не менее он почти на 20 лет старше чем ультрон и все снято на диафрагме 5 и 6 я прикрывал диафрагму потому что это не тест на разрешение видно что конечно эльмарит м проигрывает особенно в уклах веточки двоятся и аберрации и затемнение намного хуже чем у фахлендерского объектива дальше еще вид сверху как известно ландшафт и такими объективами снимать довольно проблематично от подбирать сюжет но простейший городской снимок почти на диафрагме 5 6 никаких различий особых не дает что же мы видим дальше а дальше хочется посмотреть как эти два это сладкая парочка эльмарит и ультрон работают в темноте как известно в темноте все работают плохо света не хватает и несмотря на мощные цифровые матрицы такие как улейки m11 и у черно-белой лейки m10 которыми я пользовался в тесте могут не спасти положение и вот храм христа спасителя посмотрите разница стоит в том что у ультрона несколько более сильный усиленные контрасты то есть он контрастнее намного работает это вообще характерны для объектива в цифровой эпохи а вот эльмарит м помягче и поэтому разница увидите в проработке небо и более темных частей кадра то есть он конечно не получает не законтрастирован такой степени что получать жесткие изображения что так любят цифровые матрицы он был рассчитан на пленку но это же самое я развернулся и метро кропоткинская снял почему потому что оценка такого типа объективов при съемке сама светящихся объектов это лампочки или светодиодные элементы сразу все выявляет но вот посмотрите как выглядит станция метро кропоткинская снятая эльмаритом а потом и ультроном а теперь увеличим фрагментик украшения над надписью 2024 год вы увидите ту разницу о которой он говорил эльмарит м намного мягче передает скажем так ровнее изображение то есть увидеть детали в глубоких тенях а на ультрон них не видите кстати говоря и никакими обработками не пользуюсь я просто всегда пользуюсь теми программами для открывания raw файлов все они влейки называются не так который рекомендует производитель но это и в печи ванны и другие программы которые рекомендуют те кто производит камеры им виднее так вот что получается что объектив старенький под пленочку рассчитанные работает ровнее выравнивает контрастный дал несколько проигрывает явного разрешения но тем не менее создает более живую картинку поэтому выбирайте что вам лучше хотите ли вы получить хорошую то на передачу или получить четкий жесткий снимок жесткий снимок ультрон длинная передача это у нас тонна передача это у нас эльмари ты ну и завершаем это конечно бытовые съемки которые так любят делал двадцать первыми объективами это кафе пауль где сделал вот как раз пару кадров один кадр опять-таки эльмари там вот он первым подписан и второй это ультроном как видите разница на диафрагме 5 6 не очень велика то на передаче цвет почти не нарушен так что вот эта сладкая парочка прошла тестирование и приготовлено уже к детальному анализу то же самое проделал и с эльмари там уже со сферическим элементом элемента вот он по сути дела ничем не отличается от своего предшественника только лучше по углам кадра ну и я снял естественно что я могу снять я снял тверскую ночью тоже много сама светящихся объектов воспроизведение практически одинаково что в общем и неудивительно вот почему потому что и сумме люкс которым я пользовался и эльмарит м асферик вот этот уже другой следующее поколение они собственно говоря имели имеют небольшие разницы только у сумме люкс и два сферических элементов плюс про ловущая пара но в результате мы особых различий не видим а вот если подкрасться к людям уже в клубе виски румс то тут становится интересней там как раз было десятилетие юбилей раздавали календарь и так сказать соучастником проекта на на двадцать четвертый год ну я его снимал кстати говоря монохромный лейкой лейка м10 с одним всего лишь объективом 90 миллиметров с начальной диафрагмы 2 и весь календарь очень такой дизайнерский скажем так он черно-белый довольно занимательный там собраны всякие экзотические сорта виски по моему самый древний 59 года рождения ну понятно это коллекция предоставлены лучшими собирателями вискаря в москве так вот внутри виски румс вы видите вот замечательный есть типаж с прекрасными усами которые стал объектом моей съемки да действительно яркость у сумме люкса опять-таки на диафрагме 5 6 все происходит она повыше чем у или марита м со сферикой так что выбирайте что вам получше к яркость хорошие контрасты уже очень близки по цветовой по цветовой гамме они почти совпадают полностью поэтому вот этот усатый специалист по виски он конечно был украшением всего вечера а вот музыканты тоже снятые двумя кадрами сначала ильмарит а сферические потом сумме люкс видите особых различий вы не увидите то есть в чем дело дело в том что практически на диафрагме 5 6 характеристики этих объективов уравниваются ну и для того чтобы разобраться в чем все-таки тонкие разницы мы переходим к испытанию этих объективов с помощью уже камеры монохромной м10 монохром как раз дала возможности сравнить сравниваем 5 снимков это у нас начальных то есть тех самых которые в середине кадра на диафрагме на небольшой вот мы проверяем там где диафрагма не указано в картинках там просто начальная та самая которая стоит в начале диафрагма а там где указано обычно 5 и 6 для того чтобы было сопоставимый результат но и что видно да конечно и на начальной диафрагме и сумме люкс и тем более старые ильмариты 1 и 2 со сферикой и без они немного проигрывают конечно супер альмару м то есть бывшего супер ангулону и конечно фахтлендеру современному объективу у них чуть-чуть получше картинка и разрешение углы если мы посмотрим там примерно картинка сохраняется углы на полностью открытый диафрагме ну ильмаритов они просто плывут уже там искажение становится очень серьезными там начинается сферическая аберрации дисторсии общем там всего хватает что видно по съемке мир и черно-белой камерой а в серединке получше ситуация уж прикрыв диафрагму до 5 6 мы получаем на ультроне и супер ангулоним супер ильмаре очень приличные доминирующие картинки то есть они лучше это не значит что они лучше для всего почему потому что то же самое сумме люкс на открытой диафрагме полностью дают такой нежный софт ну там диафрагма начали на 14 а тут вы прикрываете хотя бы до двух и двух с половиной у вас все это исчезает с резким четким объективом то есть в к среде к творческих объективах как раз сумме люкс м 21 миллиметр с начальной диафрагмы 14 очень хорош он расширяет художественные творческие возможности а вот супер или марон просто просто очень хороший и на открытый диафрагмы закрытый ну и перейдем к цвету к 11 что получается да цвет очень хорош поскольку эльмар эм и эльмар со сферикой практически одинаковый дает мы можем посмотреть серединку но потом на открытой диафрагме а потом на прикрытый но уже эти два эльмара сопоставлять между собой нет смысла они абсолютно одинаковы но что радует радует то что все объективы очень адекватно передают цвет самые лучшие из них они по контрасте пожестче да это так но в цветовом отношении у меня претензий нет почему я даже проверял спектрометр на предмет ухода ну там разница 5-6 процентов люфт по цвету между объективами но это за счет количества стеклянных элементов внутри которые отражают рассеивать свет но это несущественно практический на картинках на финальных даже с используем цвета анализатора особой разницы нет то есть такой разить таких разительных изменений как мы встречаем в объективах с другими фокусными расстояния тут нет поэтому можно дать заключительные рекомендации вместе с парой портретов один портрет светлой тональности на светлом фоне белой стене в подвале творческого союза художников а второй в темном коридоре непроходимо темном коридоре клуба виски румс оба колоритных пожилых человека дают возможность оценить как работают 21 объективы в портретном деле работают хорошо дальше вопрос вкусовщины или вопрос задач если вы художественный творческий человека вам нужно иметь огромное количество функций инструментальных на том объективе конечно тогда надо заводить сумме люкс на диафрагме 14 он работает мягко и нежно чуть не а план от а вот начинаешь прикрывать до расчетных там становится хороший четкий объектив очень хороший с хорошим разрешением с точной цветопередачи с минимальными искажениями если нужно чисто ландшафтной чтобы вот снимать ландшафт и чтобы все тихо повигивали говорили как вы это сделали тогда конечно супер альмар но начальная диафрагма 34 уж тут никакого софта не будет прикладной это мой объектив я и много лет снимаю почему потому что он мне нужен как раз для ландшафтной съемки его широко для этого использую ну и бюджетный вариант фахлендеровский ультрон он никому не уступает она открытой диафрагме 18 превосходит даже сумме люкс хотя сравнение никогда не очень корректы тем не менее всячески советую учитывая цену качества и результат так сказать съемки он вполне достоин по цвету искажения нет по разрешению превосходит оба эльмара и на открытой диафрагме сумме люкс поэтому в качестве бюджетного решения и получение качественной картинки он вполне пригоден мои рекомендации надеюсь что ближайшее время вы разживетесь такими объективами тем более что все кроме своего собственного объектива его продавать не собираюсь имеется ввиду супер эльмар все остальные объективы в момент выхода этого ролика окажутся в магазине кутузу фото который мне предоставил их именно те самые объективами которые я тестировал в этом ролике ну у кого возникнет острое желание учитывая что они все таки не по цене самолет продаются особенно старые объективы вы можете их там приобрести они будут ждать своего наиболее шустрого покупателя поскольку окажутся там накануне выхода этого ролика то есть пятницу утром советую приобрести что-нибудь из этих сокровищ потому что удовольствие вы получите стопроцентно хорош широкий угол который чуть-чуть превосходит человеческое зрение мне кажется создает новые творческие возможности особенно в качественном исполнении ну или для пленки и для цифры чем вы занимаетесь так что вам советую получать на новый год удовольствие сделайте какой подарочек не очень дорогой чтобы дом не ругали и наслаждаться светописью по мере наших скромных возможностей на этом до свидания и 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